Ох, опять надо идти на уроки. Но я же люблю свою работу. Зачем я это все? Что мне это дает? Я стою на месте. Не хочу. Мне больше не интересно. Здравствуйте. Наверное, нам придется перенести занятия. Да, я немножко как-то нехорошо себя чувствую. Наверное, заболела. Не знаю. Не хочу никого заражать. Да, извините. Мне больше не интересно. Сегодня я хочу поднять сложную тему. Профессиональное выгорание. Работа учителя порой сложна и интенсивна. И требует большого эмоционального вложения. Вы, наверное, сами знаете, как это бывает. Вначале мы полны идей, но со временем энтузиазм как бы стачивается. И дело, которое приносило удовольствие, уже его не приносит. И даже вызывает отторжение. Я провела опрос в инстаграме и спросила, сталкивались ли мои подписчики и коллеги с таким феноменом. И большинство ответили, что да. Затем я попросила аудиторию поделиться своим опытом. Как справиться с этим периодом? Как его предотвратить? Честно, я никогда не получала такого большого отклика, как на эту тему. И сейчас мы все это обсудим. Итак, как же справиться с эмоциональным выгоранием? Во-первых, нужно его распознать и принять. Не сваливать все на погоду или на недостаток витамина D. Потому что всем не хватает. Признаки профессионального выгорания. Первое. Чувство безразличия, эмоционального источника. Ощущение, изнеможение. Человек не может отдаваться работе так, как это было прежде. Второе. Разбитие негативного отношения к своим коллегам и ученикам. Третье. Ощущение собственной некомпетентности, недостатка профессионализма. Если у вас все пункты сходятся, поздравляю. Ну, или сочувствую. Что делать? Самым популярным методом борьбы с таким состоянием оказалась смена обстановки. Отпуск, поездка куда-нибудь в новое место, где вы окунетесь в другую атмосферу и точно не будете думать о работе. Второе. Смена деятельности. Найти ресурсное занятие, хобби, которое будет приносить вам радость. Или это может быть что-то новое, что вы никогда не пробовали. Почему бы не научиться рисовать или играть на каком-нибудь музыкальном инструменте? Третье. Общение. Человек – социальное животное. А мы, учителя, особенно. Не то, чтобы я вас с животными назвала сейчас, я про другое. Ну, вы поняли. Любовь, забота, поддержка родных и близких позволяют ощутить прилив сил, безопасности, какой-то душевный комфорт. Согласитесь, что если в вашей жизни есть человек или люди, которые будут любить вас вне зависимости от того, насколько вы продуктивны на работе, то вам проще справляться с трудностями, потому что вы знаете, что их любовь никуда не денется. Это также позволяет понять, что ваша ценность заключается не только в вашей работоспособности. Четвертое. Пересмотреть свои уроки. Это замечательный совет, спасибо большое. Суть в том, что можно изменить подачу материала, например, добавить игры, разнообразить активности. Пусть ученик сам вам проводит урок или своим одноклассникам. Или пусть студенты подготовят общий проект и потом его вам представят. Или пусть сами изучат материал и потом в классе его обсудят. Если вы готовы попробовать, но не знаете, с чего начать, то под видео есть ссылочка на бесплатную брошюру от Sky Teach. В ней больше 20 способов разнообразить урок. Там и игры, и оригинальные способы начать и закончить занятия. Наверняка вы там что-нибудь для себя найдете. В общем, пробуйте новые формы работы, чтобы было интересно не только ученикам, но и вам тоже. Ну, а если уже совсем ничего не хочется делать и все вышеперечисленное кажется невозможным, то лучше обратиться к специалисту. Благо сейчас много хороших психологов и заниматься с ними тоже можно онлайн. Следующий вопрос важный для большинства из нас. Как избежать профессионального выгорания? Во-первых, не забывайте про отдых. Как бы работа не нравилась, отдыхать от нее нужно обязательно. И даже если вам кажется, что вы не устали. Да, такое бывает, реально бывает. В начале особенно в работе. И набирают побольше учеников и вот этого всего. Да, мы все этим грешим. Поработали в школе, провели уроки, после этого еще репетиторство. А на выходных мы чем занимаемся? Правильно, готовимся к урокам и проверяем домашку и всякие самостоятельные работы. Или убираем квартиру. Не, ну убираем квартиру это нормальный отдых, типа смена деятельности. Нет, Калина, нет. Под отдыхом я имею в виду время, когда вы вообще не думаете о работе. Во-вторых, распределение задач и планирование. Вместо того, чтобы держать все в голове, выпишите свои рабочие задачи на бумагу или в телефон. Так вам не нужно будет переживать, что вы о чем-то забудете или не успеете. И сможете спокойно забыть о делах на какое-то время. В-третьих, это забота о себе. Режим питания, физические упражнения. Не нужно всем этим пренебрегать в угоду работе. Физическая активность это прогулка пешком, спортзал, танцы или зарядка по утрам. На это все можно найти время, если задаться целью. В-четвертых, не старайтесь выкладываться на 200% и хвалите себя за проделанную работу. Да, всегда можно как-то улучшить занятия и нужно анализировать результат. Но важно также научиться быть довольным собой. После занятия я задаю себе вопрос. Что можно улучшить? За что я могу себя похвалить? А вы? На самом деле, эту тему я готова долго обсуждать, потому что многое осталось за кадром. Надеюсь, вам это было полезно. Если вы сейчас испытываете выгорание, то вы с ним обязательно справитесь. Под видео будет ссылка на статью Sky Teach, где можно поподробнее прочитать про этот недуг. Просто знайте, что вы не одни, и что это вполне реально преодолеть, даже если вам сейчас так не кажется. Если у вас есть свои способы, как с этим справиться или предупредить, то буду ждать их в комментариях. Я уверена, у вас есть с чем поделиться. На этом, как всегда, не все. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал Sky Teach, жмите на колокольчик. Stay tuned! Bye!